Приветствую вас, любители транспорта на моем канале. Сегодня я хочу рассказать вам об айсберге московского метрополитена. Этот айсберг делал я сам на протяжении нескольких дней. Приятного просмотра, с вами Яуза, поехали. Небо. Контактный рельс. Метрополитен в отличие от железной дороги и трамвая, питается не от проводов, а от контактного рельса. Это сделано для экономии места в тоннеле, ведь контактная сеть занимает много места. Парад поездов. Парад поездов проходит каждый год 15 мая с 2015 года. В параде принимают участие большинство типов подвижного состава метрополитена. Парад поездов проходил на кольцевой линии, но с этого года он проходит на ПКЛ. Станция аэропорт Внуково. Это новая станция солнцевской линии. Открыта она была открыта 5 сентября этого года. Аэропорт Внуково стала первой станцией в России, находящейся в аэропорту. Именные поезда. Именные поезда – это составы, имеющие собственные имена, присвоенные в честь каких-либо событий, юбилеев или в рамках тематических акций. Сейчас в московском метро действует 6 именных поездов. Среди них поезд «Красная стрела» и ретро «Поезд сокольники». Тройка. Карта «Тройка» – это пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, введена она была в 2013 году. Тройка имеет свой аналог в Петербурге, карта «Подорожник». Крыша. Яуза. Яуза, или 81720, это тип электровагонов метрополитена. Название получил в честь одноименной реки. Поезд эксплуатировался до 2019 года. Яуза считается самым легендарным поездом среди метро-фанатов. Если вам нравится Яуза, поставьте лайк и подпишитесь на канал, пожалуйста. Владимир Коннов. Владимир Коннов – это ведущий YouTube-канала «Прометро» и машинист-инструктор «Электродепо» Выхина. Брендовые номерные. Брендовые номерные – это составы 81717, которые прошли капитальный ремонт. Они получили новый пластиковый салон и окраску бренда московского транспорта. Столкновение Яузы и номерного. Это случилось очень недавно, и многие наслышаны об этом. Поэтому расскажу вкратце. 11 октября электропоезд Яуза столкнулся с номерным стоящим на станции. Никто, кроме машиниста Яузы, не пострадал. Центр профессиональной ориентации. Центр профессиональной ориентации – это музей истории московского метрополитена. Находится он на втором ярусе станции, выставочной четвертой линии. Каховская линия. Каховская линия – это упраздненная 11-я по официальной нумерации и самая короткая линия московского метрополитена и метрополитенов России. В 2022 году она была закрыта на реконструкцию, а позже открылась как часть ПКЛ. Линия состояла всего из трех станций. Салон. Метро на даче. Метро на даче – это единственный частный музей метрополитена в России. Он находится в Подмосковье в поселке Саники, жетоны, в метро Москвы. Все метрополитены в России, кроме Москвы, используют в качестве оплаты за проезд жетоны. В Москве жетоны использовались с 1935 до 1999 года, потом их заменили на пластиковые карты. Музей транспорта Москвы. Музей транспорта Москвы откроется в гараже Мельникова в 2024 году. В качестве экспонатов музея будут представлены многие вагоны метро. Эффект Выхина. Это когда на конечной станции Выхина вагоны метро в часы пик так заполняются пассажирами, приезжающими на электропоездах из пригородных зон, что на других станциях, более близких к центру, в вагоны даже палец не просунешь. Закрытые станции московского метро. Как и в других метрополитенах мира в Москве тоже есть закрытые по различным причинам станции. Сейчас их существует две. Первомайская и советская. Старые турникеты. Сейчас в московском метрополитене используются новые стеклянные турникеты, но раньше использовались другие страшные турникеты, которые сильно зажимали зайцев. Колесные пары. Столкновение Русича. Катастрофа в московском метрополитене произошла во вторник 15 июля 2014 года в наперегоне между станциями Парк Победы и Славянский бульвар Арбатска-Покровской линии. В результате катастрофы, которая стала крупнейшей техногенной аварией, в московском метро погибли 24 человека. По официальной версии, причиной стало отсутствие блокировки регулятора стрелочного перевода при строительстве служебной соединительной ветви на Солнцевскую линию. Метро 2. Метро 2, официальное название, Д-6. Это секретные линии метро, которые были построены для перемещения главы СССР, позже России, и генералов по Москве, в случае ядерной войны. Первая линия проходит от Кремля до аэропорта. Линии в основном очень глубокого заложения. Линии не имеют контактного рельса, поэтому в качестве подвижного состава используются локомотивы и автобусы. Вагон L. Вагон L, тип вагона метро, контактно-аккумуляторный электровоз, предназначенный для вождения служебных поездов из вагонов типа Ёж-6 по обесточенным или линиям Д-6 или метро 2. Пути измерители Пути измеритель служит для автоматической записи состояния пути по всем необходимым показателям. Вагоны пути измерители делали на базе многих вагонов метро. Синергия Синергия – это диагностический поезд-лаборатория. Синергия позволяет дистанционно контролировать исправное состояние путей и устройств в тоннелях и оперативно устранять возможные неисправности. Секретные бункеры метро Бункеры в метро строили в период с 40-х до 70-х годов прошлого века. Их строили на случай ядерной войны. Столкновение Яуз 30 июля 2015 года на уклоне станции Каширская при следовании в оборотный тупик произошло столкновение двух поездов модели Яуза. Авария произошла в результате самопроизвольного отпуска тормозов неисправного состава. При этом были повреждены автосцепки обоих поездов, а машинист аварийного состава получил ушибы ребер. После этой аварии Яузу перестали эксплуатировать. Рельсовое полотно РА-1 для метро РА-1 – это автоматрица производства завода метровагон МАШ. В середине 2000-х московское метро заказало несколько модифицированных рельсовых автобусов для эксплуатации в метро 2. 80-1-720.1 Это тип экспериментальных электровагонов метрополитена с асинхронным тяговым приводом. Всего был выпущен одного опытный головной вагон с кузовом новой конструкции и асинхронными тяговыми электродвигателями и три вагона сопровождения. В 90-е годы вагон был уничтожен. План уничтожения метро Во время Великой Отечественной войны метро использовалось в качестве бомбоубежища во время авианалетов. На станциях и в тоннелях родилось в этот период 217 детей. Но этого могло и не быть. 15 октября 1941 года Лазарь Каганович отдал приказ закрыть метро Москвы. В тот же день, а точнее в течение ближайших трех часов, ему на стол должен был лечь план по уничтожению подземки как стратегически важного объекта. Вагоны и оборудование планировали вывести. Утром 16 октября 1941 года метро не открылось впервые с момента его появления. Дни с 15 по 17 октября в тот год вошли в историю как московская паника. Это было сделано, чтобы в случае захвата Москвы немцы не получили метро. Но все к великому счастью обошлось. На этом айсберг по метрополитену Москвы закончен. Спасибо большое вам, что досмотрели до этого момента, подпишитесь на канал, пожалуйста. Всем пока с вами был Яуза. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok